Здравствуйте, дорогие мои друзья! С самого появления Windows 10 корпорация Microsoft старались максимально создать среду, которая могла бы трансформироваться в зависимости от вкусов пользователя. Изначально появилась возможность менять цвета интерфейса в зависимости от обои. Да, данная возможность перекочевала еще с Windows 8, до этого она впервые появилась в Windows 7, но Microsoft максимально переработали всю систему тем оформления и настроек. Затем последующие три года, это 16, 17 и даже 18 год, пользователи нежно втихаря мечтали получить полноценную черную тему. Да, народ, это было очень смешно, в то время, когда уже, наверное, лет 8 или 9 элементарно в любом дистрибутиве Linux, а точнее в любой графической оболочке, такая возможность была. И после появления темной темы Apple Mac OS X, Microsoft-овцы решили, что пора и им запилить темную тему. И вот, когда, наконец-то, вышло 18.09, ведь, конечно, не с первого раза, а с третьего, мы, товарищи, можем использовать темную тему. Но новость-то не в этом, не в этом ссоре. Они готовят светлую тему Windows, и я могу вам показать первые скриншоты. А для тех, кому не терпится, вы можете скачать инсайдерскую сборку версии 18.28.2. Скажу сразу, тема мне понравилась, очень мягкая, даже в настройках, тема будет называться Light, в то время как темная тема будет называться Dark. Но самое крутое, специально для этой темы, они замутили новую обоину, более мягкую, но все-таки она прежняя. Обоина однозначно не скучная. Вы хотите узнать, когда появится вот это замечательное новое оформление с выходом 19-H1. То есть, в принципе, совсем скоро. В принципе, в данный ролик я мог бы добавить еще кучу обещаний, которые будут касаться 19-H1, но сами понимаете, они не все засунули, что обещали в 18.09. Поэтому верить им на слово я не буду, а лучше подожду релиза. И вообще, все вот эти плюшки в LTC ни хрена не попадут. В лучшем случае с выходом LTSD какой-нибудь. Ну и будем надеяться, что в 19-H1 появится какой-нибудь аналог Aero. Такая ламповая прозрачность, которая растопит сердце злых семерушников. Но это уже другая история. На этом я заканчиваю ролик. Всем пока. Спасибо за внимание.